загружаем и поехали статистика личных встреч статистика личных встреч это ничто ну как это не то что совсем ничто но если бы все решала статистика личных встреч кто бы выиграл первую игру тот бы и вел противостояние всегда итак начинается 3 решающая игра empire против navi состав команд на ваших экранах они без замен что безусловно радует я думаю любая замена она бы вышла огромным просто боком любой из команд поэтому только основные составы бэтрайдер и висп от navi и никс дарксир от empire в бане ну и луна магнус от navi что ж хорош хороший пик на луне хвосту играть было бы веселее котел пока что от империи есть еще undying не будем забывать про него да вот он undying и лон друид enchantress интересно как ну вот необычно пупей пикает то есть забирать именно enchantress на 3 пик с одной стороны они рановаты с другой стороны конечно ее могут подбанить безусловно и возможно опять у нас будет агрессивная игра правда против котла undying это блин тяжело в первой этой игре котел был в бане по-моему да все таки enchantress какая бы сильная не была ты просто вот вы видели да попадаешь на одну накачку котла и все это на минуте до 20 одна полная накачка его это слишком много урона в бане бруда от империи в бане вивер от navi денди я думаю будет на автобусе в этот раз если пупей опять какого-то лесного магнуса не покажет но я сомневаюсь что он покажет лесного магнуса 5 секунд ремейнин да на главный вп там какой-то косяк был но все сделали все вроде как починили все в порядке в бане пак очень грамотный бан реально если ты знаешь что у соперников есть сильный пак более того сам берешь магнуса это логично его забанить потому что пак на деле реально очень неплохо контрит магнуса не дает ему раскастоваться зачастую мешает сам лучше инициирует ну просто дает сайланс и не успевает магнус ничего сделать за время действия этого сайланса очень печально бывает shadow demon от empire в бане но последний бан империи после чего будет последний бан navi в этой уже серии игр кто-то отправится сегодня домой ну как домой это онлайн турнир но вы все прекрасно понимаете что я имею ввиду а кто отправится я не могу сказать и никто не может сказать покажет игра интересно на лондруида посмотреть наверное отдадут все таки лондруида блаве такой хороший пушер и не только но вчера все видели что кто смотрел стрим что можно сделать на лондруиде black показал хотя не хватило его до конца но банят импайр сами клапу ну и банят бэйна так а вот теперь интересно опять эта ситуация когда помимо какого-то кэри входит в пик еще и гирокоптер и вообще непонятно чего ожидать ну то есть это может быть ондайн гирокоптер котел плюс лондруид соло линия там фанику какому-нибудь отдадут это может быть какой-нибудь саппорт гирокоптер но саппорт гирокоптера играют мало хотя играют сдается мне это все таки соло лондруид и гирокоптер в трипле посмотрим купей вообще не тратил время пока на ну дополнительные теперь у него есть время как раз таки подумать да тут только догадываться как же все таки решили сыграть на самом деле импайр я чувствую перерыв у нас после этой игры будет совсем небольшой если вообще будет потому что уже меньше часа осталось до игры на лтайт хантер против 3d макс скорее всего она пойдет прямо следом три часа команда не хватило для того чтобы сыграть но я подозреваю что это лишь шаг исключительно через молнии потому что ни о каком диаболике речи не может идти когда он даем котел и гирокоптер в пике хотя конечно посмотрим ну то есть можно конечно играть там в пуш с луной инчой или шаком но тебе же никто не даст там против луны инчи или шака будет стоять скорее всего трипла вряд ли они поставят соло хард мишку это будет фейл мишкой нужно оставлять один на один с кем-то а с кем пока кстати не ясно потому что магнус здесь идет мид я не понял все теперь я сдаюсь теперь я вообще ничего не понимаю это соло мид гирокоптер соло лон друид и трипла с фантом лансером типа того единственное что я могу сказать не нормально соло гирокоптер соло мид гирокоптер играбельная тема особенно против магнуса соло лон друид тоже хорошо еще и фантом лансер да не это не саппорт гирокоптер это соло мид скорее всего гирокоптер ну посмотрим как это будет вообще смотрится конечно неплохо то есть гирокоптер там стоит фармите какие-то арты на миде инвокер блава на лансере скандал да на гирокоптере соло мид гирокоптер фаник на лон друиде ну вот так и встанут дэнди на инвокере хвост на луне пупей на инче смайл на лешаке и магнус от ласта ну я думаю для ласта магнус это более привычный вариант тоже правильно все сделали нави не надо было ставить магнуса соло мид против гирокоптера нужно было поставить что-то посильнее и теперь вот габлак пропулил скандал но все равно против инвокера то не так просто стоять идут пока что в свою легкую линию все ну то есть empire здесь можно вообще играть по-разному можно играть агрессивно и можно играть пассивно в лейте конечно у них пик просто охренеть это лечь и не встать лансер плюс undying плюс лон друид плюс гирокоптер да просто лансер и гирокоптер это связка которая наносит столько урона суммарно еще там лон ну короче страшно посмотрите как пропулили магнуса а нет он кому-то что-то вернул хвосту вернул будут играть да нави будут играть в агрессию потому что magic stick у лешака куча веток всяких хилов хвост отправляется на топ будут там прессовать но прессовать очень тяжело фаник начинает в лесу что ли получается у нас ну и лост магнус как вчера уже нас отмечал действительно герой который соло линию стоит практически против любого героя хорошо да естественно здесь луна и магнус ну то есть вообще конечно в глубоком лейте ну empire я считаю без шансов абсолютно выиграют игру но у нави есть хорошие шансы все будет зависеть от их инвокера от их там луны с лишаком от их триплы ой что это что такое происходит в тф инча начинает качаться в своем лесу луна соло хард нет луна не соло хард скорее всего просто боялись что поставят триплу на легкую ну вот не прочитали они не прочитали хотят все таки магнуса отправить на соло магнус сейчас возьмет себе второй левел здесь и уйдет может быть даже улетит скорее всего ой ой все линию четко на месте оставил луна приходит вниз потеряли пару минут но это не так критично даже не пару минут минутку ну пару пачек крипов скажем так пошел ганг ой как повезло сейчас с крипами урса и тролль урса это наверное крип который больше всего урона за счет своего клэпа наносит плюс еще и замедляет и тролль с сеткой сейчас ганг может очень мощней получиться ну и посмотрим на это находит котла и должны его минусовать отличный стан санстройка просто фб очень все сделали четко смайл даже не стал дожидаться когда там даст кто-нибудь какую-нибудь сетку потому что ну он первый бежал котел приходит на мид хорошо фб ромящие вот эти вот герои забирают магнус я не вижу где магнус на отводах в лесу луна на легкой линии ну короче нави очень сильно по ходу игры перестроились ну посмотрим как это все будет выглядеть понятное дело что инча сейчас с урсой будет очень быстро крипится здесь в лесу клэп урса продолжает раздавать семь секунд ей жить осталось ну поверьте мне эти семь секунд он нанесет достаточное количество урона инвокер приносит себе сапог есть санстрайк все отлично хвост фармит на легкой линии магнус на отводах лишак что-то приходит на топ ну лишак подумал что здесь поддавили линию я так понимаю ну линию на самом деле не поддавили просто покупает сапог и уходит отсюда нафиг котел второго левела расставил по карте варды андайн тоже второй ну и здесь конечно смотрим на блаву что и как у него будет да нави будут гангать 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 ах пауза от хвоста ну не знаю мне кажется сравнивать магнуса и фантом лансера немножечко тяжело потому что герои это вообще совсем разные магнус это дизейблер прежде всего инициатор хороший лансер это кэри кэри причем который сам синициировать то но особо не может ему проще когда на него ломится проще отбиваться но если такая достаточно равная игра идет ну и вообще просто он любит затащить скажем так к себе на базу одного двух героев и просто с ними потом разделаться иллюзиями не отпустив уже никуда ну 1-0 пока что в пользу нави и у них очень активно качается инча в лесу понятное дело что инча должна качаться вначале чуть побыстрее чем мишка но мишка вы видите он закупил себе скаут шилду квин и квилинг блэй он знал на что идет и в общем то с этим скаут шилдом сейчас будет хорошо крепится да лешрак все таки выждал момент когда оттолкнули ринью ох как его задувают может быть сейчас еще получит от фантом лансера нюк нет отъедается веткой получает третий левел дает стан забирает одного крипа второго не смог но тем не менее получил третий почти четвертый левел включил на 1 все таки диаболик решил что диаболик ему пригодится дэнди убивает крипов 11 на 10 крипстат а кто гирокоптер 9 на 10 очень ровненький крипстат пока что понятное дело что инвокер через экзорт как инвокер набивает гирокоптеру тут включает рокет бараш ой скандал сейчас тебе столько урона тут просто прилетит отпевается банкой так перекачивается на что-то дд от лишака не дотягивается станчиком пуш тем временем от нави начинают спушивать вышку с инчой это у них великолепно получается хвост не смог завосхитить тавр у хвоста будет быстрый мидос что облавы облавы мидоса не будет насколько я посмотрю здесь котел котел убегает андаинг тоже дефить нечем и инча конечно выступает в роли отличного пушера а тут пушик не дает лишак сплит очень неплохо он выглядит ай-яй-яй как ну не попадает но это все это минус лишак сейчас будет плохо сыграл смайл просто очень плохо зачем он подошел под эту вышку дает тп у лансера нету маны есть мана на нюк но нету маны на инвиз сейчас будет маны на инвиз короче лансер уходит отсюда очень странная игра от смайла дэнди убивает ракету не дает ничего делать скандалу хороший уже не не такой уж хороший реген но вот хороший урон в этом действительно правда есть ой сейчас колд снэп пойдет колд снэп где от дэнди а у дэнди санстрайк дает колд снэп станом не попадает да что ж такое молнии и гирокоптер уходит буквально на лоу 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 хп да дэнди конечно беда то что у него был санстрайк нужно было чтобы был колд снэп а потом уже санстрайк кидать ну вот не совсем получилось по диаболике просто шикарно бы зашел этот колд снэп но увы ах зато у хвоста мидос 36 крипов у лондруида я подозреваю что у лондруида тоже может быть мидос но пока не ясно не пока что у лондруида вообще ничего нет у него транквилы ну транквилы в принципе они конечно меньше мидоса стоит но если сравнивать чисто мидос и чисто транквилы то не такая уж большая разница получается другое дело что естественно от мидоса профита больше пупея уже почти шестого левела по прежнему него я так понимаю будет такая же раскачка хотя посмотрим может быть он поменяет магнус четвертый ой 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 как выходит диаболик прикапывает тут же смайла ой смайл ну какая беда печаль смайл все таки выживает отличный эклипс ондайнку убивает лишь рака но здесь лондруида подгрызает хвост хорошо гирохоптер рокет бараш пупей как отхиливается пупей ничего себе там хп нет все таки забирают его заканчивается у него хил два в один размен ну нави далеко вышли и был лондруид я так понимаю этого они не ожидали плюс подключился гирохоптер размен получился не очень хороший тридцать девять крипов фантом лансер тридцать семь лондруид тридцать шесть фаник тридцать восемь хвост только что было просто у хвоста меньше он как раз двух подкрепил тридцать один крип пупей дэнди перефармил гирохоптера а как он его там нашел то вообще охренеть я так понимаю сатирам подсветило инвокер находит котла где-то вообще в лесном магазинчике красота дэнди дэнди уже подбирается постепенно к форстафу. Хвоста продолжаются какие-то лаги. Фаник приходит к нему на линию. Но хвост там уже такой. У него тоже транквилы, у него мидрос. Ну и понятное дело, что Луна очень много дамагает. Главное под Мишку не вставать. Перекастовывается Мишка. А, он только получил шестой. Либо получил достаточно давно, но почему-то до этого бегал без ульты. Гирокоптер. Так, хвоста сейчас могут поджать. Но Гирокоптеру не везет на руну. Сейчас бы просто хвост и хвост бы отправлялся в таверну. У него нет ни ТП, ничего абсолютно. Хвост очень нагло себя ведет. За это, конечно, нужно наказывать. То, что Эмпайр за это не наказывает, это зря. Лансер, уже есть Яша, неплохо. У Магнуса шестой, тоже неплохо. Попадает. Реген забирает котел. Ему, я так понимаю, не особо был нужен. Но забрал и забрал. У Инвокера остается 500 планет до Форстафа. Конечно, вот такому Инвокеру неплохо очень иметь. Форстаф, ох, какой колд снэп. Больно как. Как же больно Гирокоптеру. Ну все. Нужно отсюда уходить. Тем более стоит накачка. Очень неприятная. Попадает она по крипам и по Пупею. Пупею, возможно, придется включать сейчас хил. Инвокер будет сбивать ракету. Ракетой можно целиться в крипов. А, ну вообще, наверное, можно. Но, на мой взгляд, это зря вообще этот совет сбивал. Хотя сбить-то больше нечем. Да, наверное, не зря. Слишком много наносит урона. Великолепная. Просто великолепная игра от Хвоста. Он просто молодец. Он сливает Куру. Блин, Хвост, соберись, елки-палки. Что ты делаешь? Лансер остается без хп. Ух, щу-щу-щу-щу-щу-щу-йой. Лансер. Дэнди был на чеку. Ну, мог попасть. А что себе Magic Wand принес? Ну да, Magic Wand это, конечно, такой аэдем, который нужно было на чужую половину карты нести. Вот не дай бог сейчас нами проиграют Хвоста же просто съедят живьем Ракета ставится в инвокер Инвокер отходит за вышку Ставит форжа Подбивает ее, но правда форж не наносит ей урона Бах А вот Дэнди наносит Пупей контролирует здесь хвоста Чтобы тут не нафидел лишний раз Подтягивает сандайн Видит руну Ой-ой-ой-ой, мишка, мишка, мишка Эклипс санстрайк и санстрайком инвокер Дорабатывает медведя Нет-нет-нет-нет-нет Хорошо Сейчас хорошо сделал хвост Правда прятаться было бесполезно Потому что ракета летела и все равно было видно Ракету здесь грызут крипы Ракета безусловно попадет хвосту Но это уже не важно Хорошо сейчас сыграли нави И еще и сверху растоптали фантом лансера Лешрак и Магнус 5-3 Очень важные 2 килла Инвокер подбирается к 2 форжам Это на 10 левеле, насколько я помню Он может сделать самое быстрое Нет, ну может и быстрее Но для этого ему придется остаться с первым инвоком Чего, конечно, никто не делает Да, он уже почти 9-й Два форжа не за горами Главное у него есть форстаф Привезти он его, естественно, себе не может Потому что гражданин Один слил куру Лансер приходит на топ Давайте графики глянем Да, нави захватывает преимущество И реально достаточно прилично И сейчас с вот этими двумя форжами Будет такой неприятный выход Фантом лансер Убивает лешака Магнус дает ТП Если чем-нибудь сбить Нет, сбить нечем Опять смайл нафидил Но тяжело Мало ХП у лешака И тяжело ему Кстати, второй диаболик подкачал Хочет пушить вышки Но всего лишь первый стан остался Первый стан, в принципе, станет на 2 секунды Так же, как и все остальные Наносят чуть меньше урона Но главная проблема Он меньше радиуса Чуть тяжелее попадает Если сравнивать с четвертым То им гораздо тяжелее попадает То есть там, если ты четвертым цепляешь краешком Первым ты не цепляешь вообще никак Даже близко Кура через 10 секунд воскреснет И я думаю, инвокер себе не только форстап увезет А может быть что-нибудь еще Ну, конечно, до 10 левела Так далеко, блин, качаться на линии Так долго Реально долго Но он уже почти Почти докачался И в минуте Так Смайл близок к тому, чтобы опять фидануть И он делает это Блин, ну Смайл Смайл играет аккуратнее Ну у тебя же так мало хп Зачем же ты сюда выходишь? Вард он поставил Все, ладно, да Вард нужно, наверное, было поставить И здесь Ну все равно ничего хорошего Но что уж поделать Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как задайвили Не прикапывает никого Лон Друид В этом плане повезло Нича, хил Ой-ой-ой-ой Что делает? Что делает Пупей? Ну зачем же ты это делаешь? Пупей Размен один в один Хороший размен, безусловно Но Пупей рисковал Гирокоптера поменять на Ничу Это неплохо Для Нави Втроем прессингуют сверху До сих пор ни одной вышки Не спушили Эмпайр Да и Нави недалеко ушли Инвокер никак не может получить Свой десятый левел Злополучный этот С линии вообще не уходит Пытается откидаться санстрайками Ничего не получается Понятное дело, что Ну, что-то получается Но все равно Ой-ой-ой Как больно Магнусу Ставит стамба Минус Магнус Выпивает стики Не, ну не уйдет же Сейчас Очень странно сыграл Лост Станчик неплохой Санстрайк влетает Какая игра от Дендика Дендик хорошо сейчас Подрубил Эклипс Попадает в Блаву Хвост Ну, Хвост собрался Хорошее ТП делает сейчас И забирают Два в один Да, Лост, конечно, зря потратил Свою ульту Но да бог с ней Денди попадает санстрайком Хвост оказывается В нужном время В нужном месте И Денди сейчас возьмет себе Десятый Да, Денди берет себе Десятый Это два форжа Просто великолепно Идут пушить сверху Котел не успевает Подтянуться Чтобы дать накачку Дает ульту Нет, здесь нет Фортификейшна Вышка слишком быстро падает Успевает вернуться Хвост Но не Пупей Не Пупей, конечно Есть хил Вон на кулдауне Денди 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 спушивает вышку Тоже успевает И это еще минус одна вышка Ну что ж Два в один минус две вышки И тяжелая ситуация становится Немножко у Империи Они так проседают Еще пару драг Сейчас проиграют И будет реально тяжело Что здесь У Мишки Что-то у Медведя вообще ничего нет Он вроде фармит Вроде неплохой Крепстат А где его? 1600 Хрень какая-то собрана Да и только Ну ни одного Хорошего айтем Какие-то Орбовеномы Что-то непонятное Ставит котел на качку Ему передает Привет Кентавры Блочит Блочит фаржом Денди Блин Форж кстати отрезает Неслабые куски С каждым уроном Понижает защиту Поэтому с фаржом Драться очень неудобно Вторую вышку Сейчас могут спушить Котел Нужно ставить на качку Котла контролирует Сумоны Хорошо Лишак забирает Диаболика Медведи тоже Очень здорово пробивают У Денди Форстаф Денди вообще ничего не боится Лост возвращается На свою верхнюю вышку Которую он спушить не дает Я так понимаю Лост будет играть Через Мекку у нас Судя по всему Потому что купил он Кадреску Ну что это Уже 7000 преимущества У Нави Если бы Магнус Не ультанул Не было бы киллов Пэлла и зомби Вообще по факту Действительно мысль Не лишена смысла Потому что Магнус вроде как Ультанул в иллюзии Но с другой стороны Он все эти иллюзии Сгреб в сторону Блин Это реально было Нужно Казалось бы Какой бред Сгреб иллюзии в сторону Ну может быть Действительно Ну не знаю Что было бы Чего не было бы В итоге 2 в 1 Размен И все не так уж плохо Хвост Получает станчик Скандал Отключается от игры И ставят паузу На этот раз У скандала Какие-то проблемы Ну что ж 2-0-3 Хвост Нет Хвост-то на самом деле Исправляется Потихонечку Вот он Приходит к тому Как играл в начале То есть Нужные тп Да там слил куру Но по факту То что он слил куру Это единственное Был вот такой фейл В третьей игре Пока что 2-0-3 И неплохо он действует Ну и в общем Это дает свои плоды Смайл немножечко Много Ну многовато Умер Две смерти Там было явно Лишнее Дэнди 2-0-2 Ну пупей Пупей пока тоже Скорее неплох Что у андаинга Аркан бутсы 2-1 Не сказать что Он даинг Выглядит Прямо Очень эффективно Гирокоптер Тоже пока Соло мид Не оправдывает себя Лансер Фармит диффуз 11-ый левел У него есть 3-2 Умер два раза Это печально Котел Недофармленная Мека Или дофармленная Не Недофармленная Мека Ну и лондруид Вообще мне не ясно Что с лондруидом Происходит Потому что у лондруида Ничего нету У него вроде 2000 И есть Ну потому что Купил сапог Купил транквилы Купил щиток топор Два раза умер И денег в результате То и нету И медведь пока Просто такой Мясной Дело не в иллюзиях Пэл вылез из инвиза Чтобы добить Магнуса Так А Ну он типа Вылез из инвиза Все понял Да Может быть Может быть и так Что за сборка у лансера Нафиг ему яша Ну есть Такое мнение Что Неплохо Неплохо Работает манта На фантом лансе Мне кажется Именно для этого Чтобы потом Из нее манту собрать Да Ветерки сбывал Савуху Ну понятное дело Коттл задефит Ну не знаю Задефит Коттл или нет Стакли леншинтов Для верта Кстати были стеки Но их уже кто-то разобрал То есть здесь что-то было Их разобрали Но понятное дело Что там стеки Не дают вам Трех Четырех Тысяч Там максимум Ну тысяча Полторы Манта без диффузов Он не будет Собирать манту Он купил себе Яшу Чтобы Ну какой-то Дополнительный Там Мувспид Демаг был И теперь он Соберет диффузы Это Распространенная тема Когда сначала Покупают Какой-нибудь Поинт бустер Но не собирают Аганим А собирают Какой-нибудь Другой арт И здесь Также Он купил Яшу Но он не будет Собирать манту Здесь и сейчас Он соберет диффуз И только потом Возможно Соберет манту А возможно Он вообще Соберет Потом Тараску И только потом Уже загрейдит манту Потому что Манта Она реально Ну Это не тот Айтем Который На лансере Если не появится Там На двадцатой минуте Это гг Вот диффуз Да может быть Да нет Даже диффуз Не поздно Собирать Лансера вообще Нету Ну то есть Это не дезолятор Это не какой-нибудь Там я не знаю Так ладно Не какая-нибудь Метка Которая свой тайминг Имеет Тут драка пошла Между прочим Ульт гирокоптера Никуда Все уходят Ставятся тамба Нави Нави Просто откатили Тамбу Откатили Накачку Откатили Ульт гирокоптера И сейчас у них Отличный Просто шанс Подраться Магнус Улетит ракета Блин Ему нужно уходить Ух Попадает Магнус Ракета Но не так много Урона наносит Ну что Идеальный момент Для драки Ой ДД ДД у Хвостецкого Все Нужно драться Мишку нужно Разрывать Ставится Накачка Нет Не ставится Накачка Забивают Ракету Очень четко Все делают Нави Нет ульта Андаинга Нету Тамбы Ульту Гирокоптера Сейчас конечно Откатит Но это Все равно Не так много Если хотели Нави драться То нужно драться Хотя у них Опять же Нету Бокобел на луне Это немного Страшно Зато есть Манта на луне Уже Да Надо драться Хорошее преимущество Цепляют Гирокоптера Планцер Иллюзию Переманивает Инча Иллюзия Это работает Да Но слишком слабо Еще ланцер Чтобы его Иллюзия Могла размножаться Во всяком случае Переманивает Инчой Ну и все Нави Сейчас заберут Вышку Да Как-то Эмпайр То ли рассчитывали Что после паузы Они сейчас быстро Подерутся Но Нави Все очень грамотно Откатили Иллюзии Просто луны Скандал Сразу ПТшку на силу Что делается На кашка От котла Ну и там у хвоста Уже половина манта Собрана Половина 2200 Лондруид Где твои Где твои Деньги Фаник У тебя было 2000 Две минуты назад Почему Ну возможно Из-за паузы Ладно Мало Мало денег Прилипает К фанику Это просто Печально Хочется больше Чтобы у него было денег Вот как у хвоста Например Рос 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 Манта Уже Больше половины БКБ Нафармил Ой-ой-ой Ой инвокер Ой инвокер Что творит Магнус Боже мой О боже Поднимите мне веки Я не могу на это смотреть Просто Денди Зацарил Денди Великолепные ветра Торнадо Тут же среагировал Лост Я говорю Лосту нужно таких героев давать Ему не нужно давать Каких-то там Рубиков Саны Ему нужно давать Магнусов Дарксиров Ой Иллюзию сразу переманил В атаку Ставится тамба Тамбу Все начинают рубить Урона много Денди на экзорд Приключается Тамбу Захиливают Фордж спириты Блин Тамбу-то не срубить С хайграунда Так просто Нет Все-таки Убивают тамбу Хил А хвост При этом Вообще На своей линии Находится Да Это Это уже Очень похоже Ну вот Лост тоже Купил хедреску Может быть Просто для регена И после этого Даггер Не стал собирать Мекку до конца Может быть И не будет Денди Бомбардировщик Настоящий Смотрите Сколько бафов Висит на хвосте С десяток Сейчас висело Забирают Рошана Очень быстро Эмпайр Не успевают Среагировать Даже если успеют Рошан уже упадет У луны Слишком много Демага Хвост Вообще Не хочет БКБ Но это Конечно Зря Определенно Ну Нужно БКБ Но Саегисом И с иглом Игл Манта 1200 ХП Может быть Может быть Имеет он Ну Посмотрим Пока что Хвост Выглядит Неплохо В этой игре Пошла Накачка От котла Да Денди Там уже Каганиму Подбирает Ветерки Заряжены Метеорит Тоже Метеорит Катится Не так долго Ну Не так далеко Можно даже Посмотреть Он минимальную Дистанцию Катится Должен Во всяком Случа Да 465 Но это Не так уж и Мало Но это Немного Потому что Векс Не максимального Уровня И векс Вообще На единичку Векс Минимального Уровня Но зато Этот метеорит Наносит Достаточно Неплохо Урон Ветерки Ветерки Фаржей Навитерки Они Забирают Фантом Лансера Лол Я вообще Не понял Куда Улетен Вагнус Короче Драка Была Обречена На Провал И в Принципе Ее Проиграли Формально 2 на 1 Нави Но они забрали главного кэри При том, как их главный кэри Вообще даже в драке не участвовал Неужели Империя Вылетит из турнира Я сегодня написал, что типа ставьте на Империю В чате, но я был все-таки Скорее за них Но сейчас у них так все плохо О боже, у них 14 тысяч Не достает фарм Не, это Борода Я не знаю, что делать с хвостом Хвоста, конечно, можно разок убить с пылами Но у него бабочка Его убьешь, он воскреснет и все Блин, ему сейчас даже БКБ Не нужно собирать, там контроля Не так много, он сейчас возьмет И соберет какой-нибудь сатаник И ему будет настолько параллельно Что в него там летит, он будет просто нажимать На кнопочку, ну я не знаю, куда он положит Или даже не нажимать на кнопочку Я думаю, ему базового лайфстила Неактивированного сатаника хватит Эклипс До свидания, зомби Блин Спасает Офигеть, Экслипс до сих пор длится И забирает еще с анстрайком Дэнди Какая жесть Сайлент Не хватило ему Мувспида Попал под Эклипс Ну и вот Хвост забирает фактически двоих С помощью Дэнди Да, но даже если бы он андаинга не забрал Было бы все не так плохо Просто прожимая ульту Который у него такой уж большой кулдаун И вот то, что в первой игре Хвосту не хватило Конечно, нельзя так Хвосту давать играть Если Хвост наглеет Если Хвост ведет себя Ну там, не покупает ТП Нужно его забирать Иначе кончится вот так вот все у тебя Он просто придет один И убьет двоих И все И вот теперь вообще Вот понимаете, после этой игры Вообще ему ничего не скажешь Ну потому что Он сейчас выиграл Просто выиграл Игру с своим тиммейтом Начинает бить Тамбу С Аегисом Его просто не могут убить У него бабочка У него столько армора У него столько эвейжена там этого Инчантрас великолепно играет Против Лансера Не давая вообще иллюзии ничего сделать Котел ставит на качку А Егис до сих пор цел Хвост уходит на топ Да Просто хвост, блин Жжет Вот Забирает иллюзию Манта Да нет Просто Манта Избивает ракету Хвост неуязвим У него Аегис еще будет Больше минуты Сейчас ульт откатит Иллюзиями Он просто уже продамаживает Ой, как больно Габлаково Посмотрите, что с Габлаком происходит Не стой под стрелой Называется Медведь тут превратился В летающего медведя Хвост уже за ним выехал Пытается куда-то уйти Фаник Блочит неплохо Ой, хорош Фаник Фаник молодец Фаник ушел У Фаника Сакрот Это слишком поздно Это ГГ Какой Сакрот? У тебя тут просто идут уже Луна Не знает, что сделать Что ей купить такое Чтобы эту игру проиграть Такое ощущение Вот у меня складывается Что реально Хвост бегает И пытается умереть То есть Если Эмпайр Проходит проверку На хвоста Скажем так То они реально Его убивают И могут Как-то драться А если не проходят Ну да Он купит Тараску Нахрена Сатаник Нахрена БКБ Когда можно купить Тараску И даже в случае Если ты будешь стоять в стане С бабочкой Тараской Тебя никто не убьет Да Ну Тараски у него Правда нет еще Ну хорошая мысль Действительно Хвост правильно делает Наверное Сатаник Даже хуже будет Тараски На данном этапе игры Сатаник можно добавить Последним артом А Егис кстати пропал Какая жалость Хвост расстроен Сбирает Инвиз Магнус все-таки Дофармил свою Мекку Денди с Аганимом Денди сейчас Сонату Баха Сыграет нам На клавишах Витальти Бустер К Лансеру летит Ну вот о чем и речь Что Лансер не будет Покупать сначала Там Манту Он купил Витальти Бустер Может быть теперь Манту купит А может быть Соберет Тараску Наверное нужна Тараска ему Ну я не знаю Как Лансеру Досидеть до конца игры Тут просто Наглый хвост Которого Никак не убить Хвост покупает Ривер А хвосту еще нужен На самом деле Витальти Бустер Он наверное не знает Про это Вот Ну Теперь-то забрать хвоста И фуз Хорошо Молодцы Забрали Идет заинчой Ну если бы И сейчас Хвоста не забрали Это было бы Что-то вообще Уже Совсем Из ряда вон Тем временем Лешрак Пользуясь Моментом Заставляет Вернуться на базу Два Их Так бы спушил Барак Дает еще стан Гирокоптеру Тотому В ответ Поставит ракету Летит за Лешраком Лешака догнать Непросто У Лешака Огромный Ну не такой уж Огромный Кстати Он даже меньше Чем у Гирокоптера Бам Пульт Попадает Здесь инвокер Раз Два Три Не хватает Санстрайк Нет Мега входит Санстрайк Недостаточно Хорошо накачан Действительно Куда-то Дэнди его отправлял Но я не вижу Куда Может быть Вниз Куда-то Не знаю Подфидили На авиа В прошлый раз Это закончилось Достаточно печально Для них Они чуть не проиграли Первые сеты Слили Я во многом Уверен Что из-за этого Фида Они слили Второй Если бы Потому что Так уверенно Они закончили Первый У Эмпайр Может быть Даже руки Опустили Не хватило Дэнди Немножечку Урона Ну ничего Нет Он кстати Опровергает Мои слова И качает Экзорд До конца Ну вот Не хочет Он хочет Чтобы метеорит Больше дамажил Достаточно ему Радиуса Ну Значит я был Не прав С Дэнди Не хочу Спорить Это Глупо Так Хвост покупает Ну Ривер у него уже есть У него 600 монет Остается Не успеет сделать Дабл стэк К сожалению Вот сейчас успел бы Сделать Дабл стэк Возможно Накопил бы На Тараску Прямо на этих Хэншинтах Но Нет 300 монет Остается Забирает Иллюзии Ланцер Неплохо Фармит Но Недостаточно Хорошо Это Нави По моему Не знаю Что то Бегают По карте Фармят 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 Не хотят Заканчивать Может быть Хотят Оооооо Повезло Хвосту Сейчас мог Еще разок Слить Вот теперь Хвоста Попробуй забери. Я думаю, что была бы у него тогда Тараска, его бы не забрали. Вон друид. С радианцем. Находит Лишака и убивает его. Хорошо. Фантом Лансер убивает Инчу в лесу. Санстрайк. Инвокер убивает Андаинга. Да как ты в него попал-то вообще? Где это было? Не, за Денди я вообще не успеваю. Да и... Ой, хороший Айсволл какой у Денди. Ем. Набивают Лансеру. Станчик. Пытается уйти Денди. Не прикапывает его. Повезло. Манта. Эклипс. Бам, бам, бам. Все, Медведя. Медведь минус. Пытается уйти на ТП. Идеальный момент находит. Санстрайк не находит. Медведь уходит на ТП. Денди умудряется где-то все время кого-то подстреливать. Превращая размен 3 в 0 в 3 в 1. И каждый раз за счет этого Нави, конечно, очень хорошо. Пока что Денди единственный, кто не умирал. Но все равно опять начинают Нави подсаживаться. А, они ждали Рошану. Тогда все понятно. Заходит Хвост с Тараской. Ну и просто за первые там 5 секунд снимает ему 5-ю ХП. В одиночку. Попытка тут зайти, что-то сделать Хвосту. Вообще, по-моему, бесполезно. Хотя нет, ну урон-то ему нормально будет. О-о-о. Нет, это все фигня вообще. Максимальная накачка Татла как-то. Так. Габлак ставит тамбу у ветра. Боже, боже. Я не... Дайте мне развидеть это. Магнус отвозит всех. Просто Денди с Ластом убивают всех вдвоем. Остается и Гирокоптер и Мишка. Ну, боюсь, что у Мишки большие проблемы. О, Гирокоптер. Ну, у Мишки тоже, на самом деле. Мишка убегает. Но это не спасет его от поражения. Все, это... Полснэп. Ни одного удара по полснэпу не будет сделано. Так, получилось. Денди, Форстаф. Денди, попадает ветрами. Денди, уймись, демон, что ты делаешь, Денди. Денди убивает лом друида. Пусть килл засчитан Хвосту. Блин, это реально Денди всех убивает. Денди с Ластом, ну вот просто сделали все. К Хвосту достаточно было нажать правую кнопочку мыши. Как, в принципе, и... Купею, да и, наверное, Лешаку. Нет, ну Смайлу надо было поконтролить свои сплы. Но Денди с Ластом, две великолепные драки. Я думаю, они внесли немалый вклад в победу своей команды. Не хочу говорить, что они выиграли эту игру, учитывая, как все-таки сыграл Александр Хвост Дашкевич. Все. Мега-крипы. Хвост ультит. Убирает котла. Убирает гирокоптера. Магнус промазал скьюером. Убирает блаву. Бам. Ультра-кил, рэмпагу даешь. Нет, рэмпагу не дадут сделать. Я поздравляю команду Na'Vi. Они вышли победителями из этой дуэли. Эмпайр покидают турнир. На... Я даже не могу сказать, на каком месте рэмпага! Рэмпагу не дали. Хвост расстроен, я думаю. На каком месте-то получается у нас Эмпайр покидают турнир? Я сейчас посмотрю турнирную таблицу, посчитаю, сколько команд уже гарантированно выше, чем Империя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. На девятом месте. Девятое тире... Тринадцатое место получается. За Эмпайр. Это, по-моему, худший их результат в онлайн-турнирах. За последние... Да, возможно, вообще за существование всей этой команды. Да и не только в онлайн-турнирах. Но когда-то это было должно случиться. Что ж, Na'Vi выходят победителями из этой дуэли. Я поздравляю всех болельщиков Na'Vi. И себя в том числе. Я скорее рад, что Na'Vi прошли дальше, чем нет. Конечно, обидно, что эти две команды встретились на таком этапе игры. На... Всего лишь во втором раунде лузеров. Но они сами в этом виноваты. И, в общем-то, если для Na'Vi их расхлябанность с 3D Max оказалась простительной, они уже прошли Империю. То для Empire их поражение от Virtus.pro и, соответственно, от Na'Vi стало роковым. А это их третье поражение всего лишь на турнире. Они проиграли 4Friends одну карту. Они проиграли Virtus.pro две карты и Na'Vi две карты. Пять карт проиграла команда. Но этого оказалось достаточно. Что ж... Продолжение следует...